Ее зовут Нонури, ей 19 лет, у нее сотни влиятельных друзей и миллионы фанатов. Она востребованная модель, популярный фэшн-блогер и гражданка мира, цифрового. Она везде дома, ее дом и Америка, и Япония, она может быть китаянкой, индианкой, или, конечно, она может быть украинкой. Сам Йорк Зубер, график-дизайнер из Мюнхена, с пяти лет мечтал о виртуальной сестре. Как ее назвать, я думал долго. Мне нравятся двойные слоги. Коко, но оно уже взято. Ла-ла. Ну-ну мне очень понравилось, только не хватило какой-то милоты. Милая и стильная Нонури впервые появилась в 2018-м на Нью-Йоркской неделе моды. Веган, эко-активист и хрупкий борец за социальное равенство. Она быстро попала в топ влиятельных киберперсон с плотным расписанием дефилей и вечеринок, которые разом изменила война. Шла неделя моды в Милане, когда началось вторжение в Украину. И я был разочарован тем, что некоторые дизайнеры сделали вид, что ничего не происходит, и продолжили показы, как обычно. Тогда Нонури и я стали думать, как мы можем донести хотя бы до своего сообщества, что нельзя забывать об этой войне, и надо что-то делать. И Нонури стала появляться на показах в вещах желто-голубых оттенков. От кутюр от Нонури – это целая неделя кройки, шитья и компьютерного рисования. Вот она позирует с Белой Хадид, вот она в мини-юбке от Донателло Версачи, вот недавний показ Баленсиаги. Каждый пост и подиум – это сочетание реального и виртуального – голубого и желтого. Мы обтянули ее желтыми лентами с лого Баленсиага, и она появлялась на подиуме во время реального показа. И когда она возникала, вступала пианино, очень чувственная, трогающая за душу. А потом шла очень сильная музыка, будто автомат на очередь. Ритм менялся очень быстро. Это была идея креативного директора дома, очень интересная, на мой взгляд. Наверное, не только позы цифровой селебрити повлияли на позицию больших брендов. Но, так или иначе, под запретом для гражданок России после вторжения в Украину оказался весь европейский люкс. Когда одна из блогерок из-за санкций не смогла купить сумочку «Шанель» в Дубае, Инстаграм взорвался видео с разъяренными инфлюенсершами. Просто резать дорогие сумки ножницами – это, конечно, яркая демонстрация протеста. Но не думаю, что это правильный способ информировать модные дома о своей позиции. Может быть, лучше было бы их разместить в интернете и продать, а деньги перевезти беженцам или кому-то еще. Я имею в виду, что так много можно сделать хорошего даже из этой ситуации. Это было бы намного лучше, чем просто разрушать. Но Нори тем временем созидает и собирает под своей аватаркой почти 400 тысяч долларов пожертвования для украинских беженцев через ЮНИСЕФ. Это война Путина, а не России. Это не русские. У меня много знакомых в России, которых я могу назвать друзьями, а Нонури – подписчиками. И я думаю, это ошибка выступать против всех русских. Эта война базируется на больной фантазии одного человека, который представляет собой угрозу не только Украине, но всему миру, свободному миру. В виртуальном мире около 40 компьютерно генерированных инфлюенсеров. Большинство из них похожи на людей. И только Нонури смотрит на мир чрезмерно большими глазами. Она не человек, но ее бинарная логика человечна. Люди важнее идей. Любовь мощнее войны. И в слабости – сила. Не стоит недооценивать эффект бабочки, пишет Нонури в одном из последних постов. Даже самое незаметное движение в ее виртуальности может изменить нашу реальность.